МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Поздравляю вам своего сегодняшнего гостя. Политик, общественный деятель, лауреат огромного количества премий, в том числе по журналистике. На мой взгляд, единственный человек, который сегодня защищает российское село, российскую деревню. И, как мне кажется, человек, который мог бы и должен быть министром сельского хозяйства, а сегодня у нас министр сельского хозяйства. Вы сами знаете, кто господин Патрушев. Чем он известен? Тем, что он сын другого господина Патрушева, который в свое время был директором ФСБ. Сейчас он, по-моему, глава Совета безопасности, если мне память не изменяет. Вот его 38-летний сын возглавляет министерство сельского хозяйства. Я не уверен, что этот человек, министр Патрушев, знает, с какой стороны подходить к корове. Я не уверен, что он знает, каким кормом кормить птицу. Я не уверен, что он знает, как разводить карпа в пруду и так далее. А вот этот человек, он все это знает, он постоянно об этом говорит, кричит. Кто-то слышит? Те, кто должны, по-моему, не слышат. Здрасте, Василий. Василий Мельниченко у нас сегодня в программе. Здравствуйте, Александр. Что думаете-то про министра сельского хозяйства? Ну, что можно думать про министерство в целом сельского хозяйства вообще? За последние лет 15-20 из самого министерства все время как-то вымывались настоящие кадры сельского хозяйства. Заменялось все она эффективными менеджерами, банкирами, всевозможными специалистами по металлургии и тому и тому подобное. Надо сказать, что у Патруша практически ни одного, сегодня у министра сельского хозяйства ни одного зама нет, специалиста конкретного, кроме первого заместителя, Джамбулата Хизирыча Хатова, который связан с работой сельских территорий. Он хорошо знает кооперацию, допустит, что это такое, так как был сам руководителем и имеет это образование. К сожалению, это сегодня так, но программы, программы сельского хозяйства написаны, потому что были задачи национального проекта, и когда писались национальные проекты, Александр, за село вообще забыли были. Поэтому позже задним, так сказать, двором написали комплексную программу развития сельских территорий. Я могу сказать так, что писали, конечно, далеко не специалисты, возможно, даже в школу не ходили, потому что если мы посмотрим, что в ней написано, и посмотрим, как это все посчитали, то мы видим, что слова были правильные, буквы правильные были, все те, что надо. Там прописано было, что нам быстро надо, очень быстро привести в соответствие благоустроить села, жилье, нам необходимо достичь результата обеспечения продовольствием каждого нашего жителя. И вот на сегодняшний день, а да, сегодня, кстати, у нас праздник, покрова, и Матерь Божия нас покрыла своими молитвами вместо снега. По-моему, ума там она нас покрыла, потому что дождь идет, по крайней мере, у нас. Но от такой жизни, и, наверное, на небесах, вот, уже терпеть не могут, что у нас делается с нашим селом, вот, знаешь, вот. Если мы даже проедем сопросто по Свердловской области, мы увидим, нет производства, в первую очередь, а это значит, нет рабочих мест, но у программы... Нет, Свердловская область, хрен с ним, давайте, во-первых, простите, что перебил, 262-5651, телефон прямого эфира, код города 343, звонок бесплатный, звоните сюда, задавайте свои вопросы, если кого-то интересует. Также мы проводим соцопрос, интерактивный опрос, сейчас сформулирую, что мешает развитию села Российской Федерации, вот так вот мы вопрос сформулировали. Вариант А. Бездействие чиновников, или я просто бы сказал, чиновники мешают вообще, да? Вариант Б. Ничего не мешает, и вариант С. Третий вариант. Безразличие всех нас с вами, безразличие граждан, вот так вот, а теперь... Вынужден, вынужден поддержать тебя прямо из третьего твоего утверждения, что да, безразличие граждан к своей жизни, к судьбе своих детей, к будущему нашей страны, привело к тому, что мы не имеем на сегодняшний день развитого, настоящего крестьянства, производства качественных продуктов питания. И мне бы хотелось просто сказать, в день села, вчера был день работников сельского хозяйства и продовольствия. Я вас поздравляю, кстати. Так, конечно, так, я тоже бы поздравлял, но я хотел бы пожелать вот нашим жителям России чести, мужества, достоинства и храбрости отстоять свое крестьянство. Я бы хотел им пожелать, чтобы еда им была лекарством, пока лекарство не стало их едой, потому что на сегодняшний день, если мы по магазинам пойдем, еще немножко, и из натуральных продуктов там останется только соль. Ничего не будет. И по пальмовое масло. Ну, так это же ведь мы знаем, что это такое и к чему приводит. У нас разрушено полностью крестьянство. Я бы хотел обратить внимание на что очень серьезно. Именно на компетенцию тех министерств, которые должны были развивать экономику, которые обязаны исполнить поручения президента. Они же есть, вот, по национальным проектам. Это же, если глупо смотреть, это единственная надежда была. Нет, подожди, а кто будет исполнять поручения президента? Вот я часто это говорю, обязанный исполнить. Ну, обязаны по должности. Да давайте будем отмазывать президента. Да нет, ни в коем случае. Ну, что президент не знает, что он поставил, в кресло посадил министра сельского хозяйства человека, который в этом не разбирается. Конечно. Ну, что у нас не глупый президент, в принципе, да, как человек, как мужик, он в принципе умный дядька. Но, вот, обращаю внимание, что в программах написано, якобы деньги дают, субсидии дают и так дальше. Я не буду ссылаться на то, что 80-92% забирают агрохолдинги, которые все убыточные, кстати. Если мы возьмем даже тот любимец Мираторг, любимец нашего премьер-министра, да, то мы увидим, что прошлый год, закончил он, целых получил 12,5 миллиардов субсидий, одно хозяйство, и получил при этом 14 миллиардов убытков. Вот наше все сельское хозяйство, лицо, то, что поддерживает правительство. Не разработаны до сих пор типовые модели для сельского хозяйства. Не разработаны до сих пор климатические полосы совсем. Мы как в тумане идем, как ежики в тумане. Мы же не знаем, что делать. Вот они просчитали. Я только что был в Минсельхозе, вот, знаешь, часа два-три назад, да. Ну, переносят с кабинета в кабинет бумаги. Нету цельной программы, нету нарисованного плана, дорожной карты нету нашего жизни. А как-то ее придумает. В Ютьюбе такой ролик, я думаю, вы найдете два счета, и вы, дорогие зрители, снят в Тимирязевской академии. Кто не знает, что такое Тимирязевская академия, это главная сельхозакадемия в нашей стране. Вот в Тимирязевке выступает замминистра перед студентами. И просто встает девочка, найдите этот ролик, посмотрите, он вас позабавит. Она встает и спрашивает, говорит, товарищ замминистра, вы расскажите нам, чем отличается сахарная свекла от простой свеклы? Он ответить не мог. Он там что-то из разряда сказал, уберите ее отсюда, выберите. Это единственный специалист в сельском хозяйстве, в министерстве сельского хозяйства. Это единственный специалист был он. Больше там вообще нету даже тех, кто бывал на полях. И вот это как раз и есть наш минсельхоз. Конечно, надо поправлять все. Мы, вот федеральный сельсовет, я возглавляю это общественное движение народов, земель России. И я утверждаю, что да, это, наверное, специально, будем говорить, так делается. Это мы же видим на протяжении, как минимум, 25 лет, вот, исход людей, вот, из села. Мы бросаем территорию, обезлюдивая им. Но ведь на земли без людей придут народы без земли. Если у нас не будет своего продовольствия, своего крестьянства по производству продуктов питания, мы вынуждены есть вот это, будем с антибиотиками мясо пить молоко. Потому что, рано или поздно, нас нельзя будет лечить ни от чего. И это тоже специалисты прекрасно знают, вот, что к этому приходит. Но я обращаюсь сейчас, вот, не жалуюсь на чиновников, смысла нету. Это безмысленно жаловаться. Я обращаюсь к обществу нашему, гражданам великолепного русского пространства. Это мы должны с вами все добиться, чтобы у нас была хорошая еда, чтобы мы не волновались за перспективы жизни своих детей. Вот, знаешь, вот что. Именно мы, не просто гражданское общество, весь народ должен понимать и знать. На сегодняшний день у них нет надежд больше на правительство, на президента. Не должно быть. Слишком много лет идет ликвидация любого вида производственной деятельности. Вот вы увидите, Саша, вы увидите, что кроме того, что через два дня здесь, в нашем Екатеринбурге, будет очередной сабантуй. Опора России будет собирать всероссийский съезд, если не международный даже, да, где съедутся снова все великие люди. Я не знаю, где точно это будет. То ли у губернатора, то ли опять в этом мраморном сарае за миллиарды рублей, вот, знаешь, вот. Вот, как там, инопром или как он называется, да, где снова будут рассказывать про какие-то хорошие дела. Но пусть они поедут по сельским территориям, пусть нам скажут, что написали нам правители в своих программах. Вот, что для нас, какие рекорды, зачем нам рекорды урожая, зачем нам рекорды их технологий. Нет, но мы же понимаем, что это вранье про эти вот рекорды урожая, потому что урожай бывает разный, вы сами знаете. Пшеница бывает разных сортов. И то, что вырастили какого-то там 25-го сорта рекорд пшеницы, из которой ничего сделать нельзя, только на корм скоту, это не рекорд. Люди с этого не имеют ничего. Села наши бедные, очень бедные. В селах нет работы, и это главная причина всех наших неудач. Конечно, можно сказать так, что мы сами виноваты, что мы не можем себе нормальное правительство назначить. Нанять его, так сказать, как говорит даже сам президент, что я же у вас наемный, наймите меня. Так давайте действительно наймем таких правителей, с которыми мы нормально будем развиваться. Ведь драйвер роста в России на сегодняшний день, Саша, остался один, сельские территории. Ведь если мы сейчас не закупим трактора, комбайны, машины, оборудование, ни один завод не будет работать. Никому больше не нужно никакие тракторы и комбайны, если мы не возьмем их. Это очень надо. Если мы не закажем сейчас строительство тысячи ферм, если мы не закажем сегодня строительство десятки тысяч заводов переработки продукции, производства, это мы драйвер роста, сельские территории, и это Россия должна понять, что без этого мы не выживем. Я всегда привожу пример, пусть Россия считает, что это враги большие, Польша. Польша за период всех реформ и перестройки не потеряла ни одной деревни. А на что осталось из 200 тысяч всего 153. И в тех вот на сегодняшний день жить негде. Дома это халупы, это нельзя даже такого. Так вот, Минсельхоз России написал программу переселения в хорошие дома по тем нормам, которые прописали, мы будем это исполнять ровно тысячу лет. Прямо считать, если вы арифметику хотите... Нет, это мы говорим о простых людях. Я просто хочу адресовать вам вопрос от своего брата, который вот сейчас в дороге, он просто не в состоянии, не может сюда позвонить. У меня брат занимается сельским хозяйством. Он купил в деревне участок земли, выращивает там цветы. Сам выращивает. То есть, не где-то перекупает, он их сам выращивает. Поставил огромное количество теплиц там, и он их выращивает. Тут он мне рассказывал, он говорит, Саш, во-первых, на расширение, вот мне нужен кредит, я не могу взять кредит нигде, потому что я прихожу в банк, под сельское хозяйство, никто не хочет давать кредитов, потому что это риск. Никто не знает, вырастет у тебя этот урожай, не вырастет. Это не риск, это прямое указание. Доступ к кредитным ресурсам крестьянам запрещен. Не должно быть развития малого и среднего предпринимательства в России. Люди, которые сами вспахали, сами построили теплицу, сами подобрали луковицы, вырастили тюльпаны, розы, яблоки. Я вам больше скажу, еще не вырастили, он три раза предприятие регистрировал, потом закрывал, потому что я еду, регистрирую, приезжаю, у меня возле ворот стоит пожарный, какой-то представитель Роскомнатного... 18 структур. ...сэс бывший, всем дай. Да, 18 структур. Ребята, у меня еще ничего не выросло, куда дай, я еду, предприятие закрываю. Вот так вот он работал какое-то время, пока от него не отвязали. Но ведь эти структуры и созданы, Александр, они созданы для того, чтобы вредить людям работать, чтобы не работал русский человек. Обрати внимание, китайцы тебе навезут сюда всех, что якобы они должны работать. А нам рассказывают легенды, что русский человек же не будет работать. Не будет, ему не дадут работать, ему запретят работать. Поэтому этот порог, этот барьер необходимо обойти немедленно. Прямо сейчас, прямо здесь и сейчас его надо обходить. Вот мы считаем, вот я лично считаю, да, мои коллеги считают, что это именно путь в том, чтобы немедленно сейчас вот разработать этот путь, типовые хозяйства, обеспечить доступ к земле, обеспечить доступ к ГСМ, к электроэнергии, кстати, к газу, доступ. Не надо давать задаром доступ туда, чтобы мы имели доступ. Так, а его опять же нет этого доступа, вы же знаете, что огромное количество земельных участков, там 100 километров до ближайшей газовой трубы, а как? Конечно. У нас пол России находится в Сибири, на Урале, там где-то еще, где 9 месяцев зима. Нужны теплицы, нужно отопление. Топить дровами, ты задолбаешься. Топить газом, а его нет. Но мы зато сейчас считаем, именно это надо добиться. Именно такую экономику сегодня предложить надо людям, чтобы был доход. Мне плевать на рекорды молока и зерна, там кукуруза и тому подобное. Мне плевать, Россия на первом месте, на втором. Мне важно, чтобы я, житель Селада, чтобы мои соседи, все жители сел и деревень, России всей, имели серьезный доход. Мы вообще ставим барьер, минимальная зарплата 50 тысяч рублей. Иначе зачем вы с телевизора объявляете, что вы хотите оставить людей в селе только силой? Только ОМОНом вы можете заставить нас жить на каторге, так сказать, и заниматься каторжным трудом. Подождите, чтобы оставить людей в селе, там ведь должно быть еще какая-то инфраструктура. То есть, грубо говоря, проблема села в чем заключается? Нет специалистов. А где их взять? А они не будут. Раньше вуз закончил специалист в Серхозакадемию, он поехал работать на село. Сейчас он как поедет? У него семья. Школы нет. Или если есть школа, она какая-то такая убогая, где учитель физкультуры преподает и математику, и русский язык, то есть, закончивший сельскую школу парень или девушка, он никогда в жизни ни в какой вуз не поступит, потому что ему ничего там не учат. И не будет этого. Никто из тех, кто вузы даже окончил, даже сельские, не вернутся туда, потому что там нет перспектив и нет дохода. И дело не в школе, что который построят, не построят. И дело не в доме культуры, на который деньги якобы там будут выделять и строить. Смысл строительства дома, культуры, новой школы, нового детского садика, если люди там не собираются жить. Зачем? Куда дороги ведете? Единственное, чтобы построить дороги, чтобы люди быстрее по этой дороге уехали оттуда. И все. У нас нет экономики, которая бы способствовала нам закреплению там. Доход нужен. Поверь, Саша. Поверьте все, что как только будет высокий доход, мы можем жить даже в вагончиках, в первый случай. Как только мы будем зарабатывать приличные деньги, мы сами себе построим школы, мы сами построим себе дороги, мы сами себе все сделаем. Но когда у нас будут забирать все, что есть, а забирают все, что есть, когда никакого доступа не будет ни к кредитам, ничему, мы обречены остановить любое развитие сельских территорий. На данный момент ни одного какого-то яркого, созидательного, значит, пятнышка даже нет на великолепном пространстве России, на огромном пространстве России. Мы видим либо засилье агрохолдингов, которые вытесняют тысячи фермеров, тысячи предпринимателям просто крест. Приход одного олигополии, одного латифундиста означает крест на любом предпринимательстве в этой территории. Поэтому, а это поощряется, кстати, вот правительством власти в полном объеме. Они всеми поощряются, они ездят, они показывают потом нам по телевизору картинки, как у них все хорошо. Это неправда и неверно. Это выкачивание бюджетных ресурсов через такие структуры. А вот, чтобы нормальное, понятное было, нет. Вот, федеральный сельсовет действительно мы прописали, действительно мы сказали, что укоренение народа на земле – это главное, что сегодня нужно России, важнейшее. Мы действительно это заверяем и пытаемся заверить других людей. И иногда получается, мы даже заставляем говорить уже своими словами каких-то лидеров, как бы наших, да, там, вот Борис Вячеславович, вот Грызлов сейчас нас, как бы, повторил, сказал, что да, действительно, сельские территории сегодня драйвер. Ну, откуда они лидеры? У нас же лидеры, это все, они никогда не бывают в территориях. Они все живут в Москве, они все с красивым там маникюром, им даже стремно там в этом научиться. Конечно, но я предложил им поехать, и несколько раз я вывозил в территории министров, руководителей политических, все, и я ездил. Да ладно, я прям считаю, такой Грызлов идет по полю, уналоженному такой. Так точно, представляешь, а так и было. Да ладно, да. Что мы с вами предложим сейчас людям? В этом состоянии ничего не могут предложить. Тогда, говорю, пишите в протокол мое предложение. Если вы ничего, лидеры, наши, так сказать, якобы элита, да, не можете предложить, запишите мое. Я прошу, я в Белом доме нашем это просил, весь зал, всех руководителей, запишите. Заложите в бюджет следующего года денежные средства до Москвы всем жителям сел и деревень России. Давайте мы все уедем, и не мучайтесь с нами, и не мучайте нас. Вы не в состоянии ничего предложить России для развития экономики сельских территорий. Вы не в состоянии ничего предложить. Да, до свидания. Да. А нафиг с пляжа, что называется, не можешь что-то тут делать. Конечно, правда это. Вот, поэтому, а все очень просто, да. Вот мы, допустим, говорим, вот типовая модель для нашего. 700 гектар земли закрепите за хозяйством. 100 голов – типовая ферма, современная, красивая, высокая, чтобы в радость был труд. И тогда семья получает 10 миллионов чистой прибыли. Твой брат, Саша, за 10 миллионов чистой прибыли будет вкалывать сутками, даже не 24 часа, а он вечно будет там работать. То есть, он и так там вкалывает сутками. Я за это говорю, да. Это любимый будет труд, это созидательный труд. Мы будем любить такую работу, потому что такая нужна. Но мы дадим старт всей экономике России с такой. Я один пример приведу, чтобы все понимали, настолько мы отсталые, не только вообще в каком-то Роснано, или в Сколково, да. Мы отстали в сельском хозяйстве. Я пример приведу. Ирландия меньше Ленинградской области. Но в Ирландии 150 тысяч фермеров, и, не поверишь, 7 миллионов КРС. Во всей России меньше 8 миллионов коров, во всей России. Так вот, ирландский фермер производит в 12 раз больше продукции сельской, да, сельскохозяйственной, чем передовая Ленинградская область. Если мы сравним Свердловскую область, еще дальше. Я догадываюсь, почему. Потому что ирландский фермер использует технику дорогостоящую. Конечно, технику. А наш тяпочкой фигачит до сих пор. Он энерговооружен. А мы на последнем месте по энерговооруженности. Я этот вопрос сегодня поднимал в нашем Свердловском министерстве сельскохозяйства. Говорил, ну, дайте хоть данные. Нам-то как работать? Как вот сейчас, уже зима, не сегодня-завтра, а в области неубранный урожай? Почему? Потому что мы не хотели ленивые, нас нечем убирать. У нас нехватка комбайнов, у нас нехватка тракторов, у нас нехватка ума. В общем-то, даже у министерства всех вот абсолютно. Вот это чем-то дополнить. У нас три минуты до конца эфира. Я хочу вам задать еще два вопроса. Первый вопрос. Мы ругаем, ладно, власть. Давайте мне часто предъявляют, ты все время власть ругаешь, хоть что-нибудь хорошее про нее скажи. Давайте скажем, потому что тоже знаю, есть эта проблема. Опять же, мой брат мне рассказал. Он говорит, Саш, ты не представляешь, самый страшный день для меня – это день зарплаты. Не потому, что придется деньги отдавать. Я выдал зарплату, все мои рабочие, вся деревня на рогах, все, простите за выражение, бухают. Я, говорит, пытался женам выдать, бесполезно. Выдал зарплату, все, у меня на неделю все сотрудники пропали. Это проблема, и она есть. Эта проблема сделана искусственно. Она сделана в том числе телевидением, кстати, государственным, так сказать, тем, потому что на телевидении показали красивую жизнь без труда. Просто ты нигде не работаешь, что не делаешь, но деньги в тебе есть, и ты все время женишься день и ночь друг с другом. Так вот, я перед тобой сижу, человек, который за 4 года, как председатель колхоза, совместно с председателем сельсовета, именно как кооператив мы, как все, то есть, весь поселок прекратил пьянствовать. И перспектива жизни появилась просто идеальная, отличная, хорошая. Дети имели будущее. Село прекратило пить. Это неинтересно пить. Это не правда, что русские пьяницы. Это не правда, что мы ленивые. Мы очень нормальные люди. То есть, когда есть цель, это, в принципе, можно... Цель и перспектива. Поэтому все разговоры о поголовном пьянстве, и что никто не хочет работать, это неправда. Даже сейчас я повторно начал снова сельский бизнес. У нас две минуты. Еще один вопрос хочу вам задать. Вы с Путиным встречались несколько раз. Вы с ним разговаривали. Во-первых, а, почему он вам не предложил место министра? Б, вы ему о чем-то говорили. Что он ответил? Я встречался и с Медведевым первый раз. И я могу это утверждать, что через две недели после встречи со мной, после тех проектов указов, которые я ему предложил подписать, Медведев отказался быть президентом. Я потом решил, что надо встретиться пару раз в Путине. Вот кто виноват, оказывается. Это правда, да. Значит, я встречался и с Владимиром Владимировичем. Я задавал ему вопросы. Я могу всей нации сказать, что на тот момент у меня претензий не было. Он абсолютно все полностью со мной согласился. Он так сказал, я с вами полностью согласен. Я согласен с тем, что все, что написали Мау и Греф, это ерунда в программе. Я хотел бы с вами потом еще поговорить. И на этом все закончилось. Да, действительно, а не, на этом не закончилось, потому что я еще с ним встречался, знаешь, вот. Но на этом действительно все закончилось. Дальше разговоров дело не шло и не идет. Вот у меня действительно претензии как к президенту, так и полностью к нынешней власти, что за этот период полновластного их руководства страной моя территория, галкинское муниципальное образование из 14 сел и деревень за 20 лет потеряли 3400 человек жителей. Спасибо вам большое, к сожалению, у нас эфир подошел к концу. Я бы хотел с вами продолжить общение. Я думаю, мы продолжим его уже где-то там в интернете, может быть. Это был Василий Вильниченко. Как мне кажется, сельскохозяйственный гений нашей страны. Спасибо вам большое, что пришли. Мы подведем итоги голосования, что мешает развитию села в России. 92% уверены, что чиновники мешают развитию сельского хозяйства в России. И 8% нашлись таких, которые считают, что все-таки безразличие людей. А я думаю, что и то, и другое. И то, и другое, да. Спасибо вам большое. Рад был. Надеюсь, что мы продолжим с вами общение. Обязательно. Плотно, долго. И делайте большое дело. Это была открытая студия. Увидимся, услышимся очень скоро, через неделю. Все, пока. Пока.